Всем привет! В эфире главного танцевального программа Music Box News Daily. Меня зовут Стас Шуринс и сегодня последний день марта, поэтому мне хотелось бы поделиться не только свежими музыкальными новостями, но и рассказать, что принес этот день для истории. Так, 31 марта в 1889 году была впервые открыта Эйфелева башня, а в 1901 мир впервые увидел Mercedes-Benz. А что нам принес день сегодняшний, смотрите далее в программе. Кристина Агилера ожидает второго ребенка. Именно этим заголовком пестрят все крупнейшие мировые новостные издания. Певица поделилась своей радостью во время концерта в Малайзии. Стоит отметить, что концерт обладательницы пяти премий Грэмми находился под угрозой срыва, и до последней минуты никто из собравшихся поклонников не мог с полной уверенностью сказать, что звезда все же появится на сцене. Дело в том, что в связи с национальным трауром в Малайзии все развлекательные мероприятия были отменены. Одним из таких мероприятий должен был стать грандиозный музыкальный фестиваль Twin Towers Live, ежегодно проходящий в Куала-Лумпур. Официальный спонсор концерта, в котором помимо Кристины должны были принять участие и другие громкие имена, объявил о своем решении, что, впрочем, не остановило Агилеру. Ее выступление перенеслось в концертный зал одной из местных гостиниц. Именно там Кристина исполнила свои лучшие хиты. А во время перерыва во всеуслышание заявила о том, что это первое шоу для ее будущей дочки, недвусмысленно погладив округлившийся живот. Напомним, что в мае Кристина также выступит на двух других крупных фестивалях, а также, по слухам, выпустит сборник музыкальных композиций «Любовной темазики». Чем только не удивляет Леди Гага. Откровенные костюмы, шокирующие постановки, космические декорации в шоу. Видимо, певица всерьез хочет увековечить свое имя в истории мирового шоу-бизнеса. Она даже стала героиней легендарного мультсериала «Симпсоны». Правда, удачно ли? Поклонники сериала «Симпсоны» считают, что серия с Леди Гагой в главной роли является самой неудачной за всю историю существования телешоу. Популярная певица появилась в телевизионном проекте в 2012 году. Ей была посвящена целая серия «Лиза Гоуз Гага». О том, что эпизод является самым нелюбимым, становится понятно из графика IMDb, в котором содержатся голоса за каждый из выпусков. Обобщенный рейтинг 4,8 из 10 возможных. Интересно, что Леди Гага примерила на себя 18 костюмов. По сюжету она приезжает в город Спрингфилд, чтобы ободрить впавшую в депрессию Лизу, одну из главных героинь «Симпсонов». Артистка лично озвучила свою мультипликационную копию. За всю историю существования «Симпсонов» музыкальными гостями мультфильма побывали Не так давно мы рассказывали, что певицу Кешу сразил страшный недуг. Но, слава богу, все обошлось, и певица уже вовсю работает над своим новым альбомом. Но на этот раз беда настигла еще одного яркого представителя шоу-бизнеса. Шведский диджей Авичи оказался на операционном столе. Что же случилось, смотрите далее в программе. На прошлой неделе Авичи отменил концерты в США. Сразу несколько изданий сообщили, что популярного диджея госпитализировали в одну из больниц Майами. При этом никаких официальных заявлений от представителей музыканта долгое время не поступало. Как оказалось, Авичи была проведена операция на желчный пузырь. В данный момент шведский диджей восстанавливает силы после хирургического вмешательства под присмотром врачей в одном из госпиталей. Это рутинная процедура, и все идет хорошо. Я планирую полностью выздороветь и поставить себя на ноги перед американским отделением True Tour, написал 24-летний музыкант в Твиттере. Большое вам спасибо за всю заботу. Это многое для меня значит, добавил артист. Отметим, что в данный момент у Авичи плотный график. Помимо постоянных гастролей, он также работает над новой пластинкой Мадонны. И напоследок более приятная новость. Предлагаю вместе с нами порадоваться успехом отличницы и просто умницы Кэти Перри. Певица вновь достигла отличных результатов благодаря своему творчеству. Кэти Перри продолжает оставаться одной из самых популярных певиц последних нескольких лет и только закрепляет свой успех. Как стало известно, ее последний сингл Dark Horse получил четвертую платину в США. Это означает, что тираж третьего промо-релиза в поддержку альбома Prism был распродан в количестве более 4 миллионов копий. За свою карьеру это уже восьмая композиция, которая смогла добиться такой отметки в Соединенных Штатах. Интересно, что за всю историю подсчетов ни один другой артист подобным достижением похвастаться не может. Тем временем видеоклип на трек Roar недавно перешагнул барьер в 438 миллионов просмотров. Именно благодаря этому показателю ролик теперь считается самым популярным у Кэти Перри на портале YouTube. Такими были музыкальные новости сегодня, в последний день марта. Это была программа Music Box News Daily, меня зовут Стас Шуренс. И не забудьте, что завтра 1 апреля, день смеха, поэтому не ведитесь на провокации. Всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok